Мы почти под саму взлётку положили. Не пересекают взлётку? Они же, ты это, я тебе говорил, что там... Паша, они пересекают взлётку или нет? В этом участке. Честь имею. Ладно, ну что, сутки перемирия прошли. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня второй день перемирия. Начали вторые сутки. Были провокации с их стороны, чтобы мы открыли по ним огонь. Самое смешное, что стреляют со шмеля в нас. Ну, мы сдержали этот удар. Ни о какой артиллерийского обстрела мы не ведём. С отроков мы не работаем. Всё тихо, спокойно. В принципе, перемирие идёт, но мы знаем, что... Есть закон о перемирии в том плане, что нельзя передвигать и усиливаться. Украинская армия, как всегда, взяла свои руки. Да, они не стреляют. Провокации были, но мы их не повелись. Но технику они стягивают и пехоту. Всё ближе и ближе к Донецку. Они готовятся к массированному удару по нам. В данный момент. Так что, мы готовы к этому всему. Ну, посмотрим, что будет. Так что, вчера перемирие было нарушено. С 7.19.00 до 22.00 шёл акт-обстрел. Тяжёлый акт-обстрел по городу и близлежащим районам. Мы сработали на подавление, сработали удачно. Насколько удачно, я не буду утверждать, потому что это будет лост моей стороны. Но, по крайней мере, это долбанная артиллерия в Канске заткнулась. Знаем только одно подтверждение нашей работы артиллерии на подавление, что уничтожена БК в городе Авдеев. И что у них есть потери по людям 7.03, 12.200. Потому что я владею по одному пункту. Поскольку по остальным брать не буду, потому что это будет лост моей стороны. Никого, точной информации я не имею. Когда она будет точной, я вам сообщу об этом. Как мы работали, чем это всё закончено. Так что на данный момент такая ситуация. Перемирие. Что подразумевает в себе перемирие? Перемирие подразумевает в том, что никто не стреляет друг к другу. И никто не стягивает или усиливается. Но украинская страна, как всегда, стягивала человек большие силы, открыла по нам артобстрел. И посёлок Пески, населённый пункт Ардеевка, всему большие силы. Мы знаем, что входят туда танки, БМП, пехота. Перемирие должно быть нормальным, адекватным, а не пидористическим со стороны украинской власти. Потому что, блядь, как всегда, в очередной раз, они, блядь, столько бесят меня в том плане, что сами, блядь, просят перемирие, а потом сами начинают же стрелять, стягивать силы, готовиться к новым атакам. Но всё равно я предупреждаю всех, блядь. Пускай даже если я погибну, на моё место будут другие люди, которые будут продолжать наше дело. Такие, как я, как Моторола, и остальные полевые командиры, которые действительно боюют за свою страну, за свой флаг, за свой народ. Продолжение следует...